Ну что же, друзья, всем привет, мы продолжаем L.A. Noir. Очередная серия, и нас кидают во флешбек. У моей семьи транспортная компания в Сан-Франциско. Раньше у нас было два рейса в Токио и еще куда-то. Хэнк, уже два поколения Фелпсов. Бля, я не успел я читать. Суки вы. Уроды вы, конченые. Я не успеваю читать ваши диалоги. Это век Америки. Когда мы выиграем войну, Америка будет править миром. Нихуя себе. Мы должны выжить, Кол. Эти люди надеются о нас. Слышал, что говорят друг друга ветераны? Нет. Золотые ворота увидим в 48-м. Значит, предыдущие четыре года тяжелых боев. На, ну ладно. Я-то думал, блядь, ну ладно. Я-то думал, чего ж мы тут распизделись-то. 48-м, так в 48-м. Падший идол. Называется следующее задание. Ну давай посмотрим на падшего идола вашего. Интересно. Интересно, блядь. Это внезапно, с чего это ради? Кстати, вон тачка. Так это ядом наш с нашим офисом, кстати. Фелл, Сбековский. У нас новое дело. Эта тетка утверждает, что ее чем-то накачали и хотели убить. Где это произошло? Я вот тут могу вам вас порадовать. Это прямо напротив, через дорогу. Что? Шевролес Тайлайн. Нырнул прямо с откоса. Довольно-таки, если честно, интересное задание, наверное, будет. Потому что нестандартное. Типа тетку, которые хотели убить, она выжила? Серьезно? Пассажирка вон. Новый фигурант дело. И что, мне типа пеш... Как мне это пиздюхать-то, блядь? Давай доедем на тачке. Я не собираюсь сейчас пешком идти туда, блядь. Серьезно? Где? Напарник? Шшшш. Аллоу? Вась, ну ты что, упал? Там стол фонарный, блядь. Ты не можешь обойти его. Ты зачем мое время-то тратишь, драгоценное? Подожди. Нам надо вот здесь подняться, да? Да. Мне было просто лень идти, и сами должны понимать, блядь. Ха-ха, серьезно. Так, ладно, туда поехали. Точнее, побежали. Разберемся. Тетку чем-то накачали. И хотели, типа, ее с откоса скинуть. Чтобы она померла, да? Но она выжила. Вот это, конечно, неприятная, да? Новость для... Убийцы, так скажем. Здорово. Всем привет. Кого не видел, блин? Место аварии. 7.55 утра. Ебаный рот. Утро. Знакомое лицо. Да это же Джун Балард. Сестра Тарзана. Покорительница Амазонки. Она замужем за Гаем каким-то. Капитан сейчас приехал в Вегас. Но их отношения до сих пор крепки. Фелпс, транспортная полиция. Здорово. Бековски, давно не виделись. Фелпс, это Энрике Гонсалес. Энрике раньше был невестим боксером. В саднем весе. Что у нас здесь, Гонсалес? Женщина промолчалась через пустырь. Сорвалась туда нахуй вниз. Какой-то кинопродюсер накачал их с подругой. Не пострадал? Да, та, что была за рулем. Но учитывая то, что машина не взяла щит, пассажерка совсем девчонка зовут Джессика Хэмилтон. Ей тоже досталось. Чего он так быстро говорит? Думаю, да. Я ее возлю в больницу. Так, хорошо, что никто не умер у нас. Типа, у нас все свидетели на месте. Так, подожди. Так, если эта женщина жива, то просто пусть скажет, кто пытался и все, убить их. Миссис Маккейфи, пару вопросов хотела вам задать. Мне больше нравится моя дичья фамилия. Я Джин Балард. Бля, у меня что, вертолет за окном? Как насчет меня, Джун? Мне очень нравится поколительница. Нет, ты мне не нравишься. Отвали. Хуеть. Наркотическое опьянение. Миссис Маккейфи, мы понимаем, что вы еще не дошли от шока и все же. Вы забили, что вам кто-то подсунул наркотики. Кто это был? Этот мерзавец подсыпал нам что-то выпивку. Неудивительно, что я не в себе. А кто, блядь? Ничего не помню. Сука, ты что, будешь надо издеваться? Ты помнишь, блядь. Мэм, сокрытие сведения о следствии, это тяжкое преступление. Я же сказала, ты у меня Джун. А то я себя как-то старушенцей чувствую. И вообще, не спой этим свою симпатичную голову. Мой муж сам ведет счеты с Марком Бишопом. Мы узнали имя Марк Бишоп. Подозреваемый Марк Бишоп. Мы упомянули некого Марка Бишопа. Думаете, он это связан с этим делом? Он продюсер. А насчет его причастности к этому происшествию? Позвольте моему мужу разобраться с ним, как бы, самому. Зачем? Я хочу знать, что произошло между вами. Что заставило его пойти на двойное убийство? Бишоп предложил мне роль в своем фильме. А потом передумал. То есть, у нас была договоренность. Я стал на него наседать. И вот чем все закончилось. Ага. Спасибо. Спасибо. Нихуя не понял. Так, подожди. Как спуститься вниз там? Блять. Надо с коронером этим пообщаться. С коронером, с коронером. Вот этим. На хуй, правда, там нужно, непонятно. Так, хорошо. А вот зачем нам идти сейчас к тачке? Ну, так, чисто узнать. Может быть, там какие-нибудь следы остались, я не знаю. Блять, как они выжили, сука? Это же пиздец, блять. Здорово, лысый. Думаю, тебе стоит на это глянуть, Хелпс. Вон там, на багажнике. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чи? Или чье, блять? Разорванное? Где ты их нашел? Сумочки этой девушки. Когда я вернусь в лабораторию, получишь следы семя. Да ты, блять, возвращение, блять, я понял тебя. Чё в сумке? Ага. В каждой сумке есть какой-то писье, бать. Милая Джесси, прошу, дорогая моя, возвращайся домой, пожалуйста. Ты хорошая, приличная. Блять, я не буду это читать. Письмо матери. Письмо матери для Джесси. Всё, я не буду читать, нахуй надо. Не в состоянии читать, извините. Чё здесь? Кровь. Кровь получается от второй Джесси, да, этой? И чё, всё тут? Ничего больше нету? Только кровь? А, блять, я хуй знает. Это что, номер? U6-8MTL. Тебя, типа, это не интересует? Я тебя услышал. И всё? Тут ничего нету больше? А с этой стороны, если посмотреть на кровь? Поближе. Вообще ничего нету, разбитое стекло. Хорошо. Ладно, ладно. А, у нас только одно место, место аварии. Сидеваешься, блять? Подожди, люди. Джессика Хамильтон у меня есть. А как мне изучить улики, типа? Подожди. Вопросы. А, это наши вопросы к ней. Но надо сначала найти её, где она. Ага. Тут ещё есть музыка. Ну, я не думаю, что надо ещё раз вот это смотреть, блять, вот на это. Зачем? Что вот? Ну, нахуя? Ля-ля-ля-ля. Да это бред. Типа, какие-то нотки есть? А, да, поговорить. Пьяноводитель? Не факт. Как так? Я вножил голову без тела, и мне стало интересно. А ты что скажешь? Что это, блять? Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. А он настоящий? Нет. Думаю, это макета индейского высушенной головы. Что-то типа сувенир или муляжа для фильма. Видишь, клейма продавителя. Из чего сделано? Если на вскидку, то из крашеного гипса. Значит, версию об убийстве можно отключить? Нет уж, можно наоборот включить. Эта штука прижимала педаль газа к полу. Кто бы это не сунул, он бы хотел, чтобы все закончилось плачевно. Горацио, блять. Ну, хуйня полная, дружище. Надо опять поговорить с Балард. Возможно, она не все нам рассказала. Чисхойка, ее уже увезли, блять, в больничку, если мы не успели. Не удивлюсь, кстати, вообще ни капли не удивлюсь этому событию, если вдруг ее уже увезли куда-нибудь. Ага. Ну да, бля, Аня, вот она. Заткнись. Слышь, мисс, блять. Пострадавшая пассажирка. Разговорите нам о вашей пассажирке. Джессика Хэмилтон. Бедная Джессика. Нелегкий у нее выдался денек. Она отчаянно мечтает сниматься в кино. Что ты еще скажешь? Миссис Балард. Сколько лет, Джессики? Даже не знаю. Она уже, как говорится, большая девочка. Сука, блять. Бутафорская высушенная голова. Мы нашли засушенную голову. Все, я по-моему, еще кто-то вывел из строя вашу машину. Ну, я не знаю, блять. Но по глазам она пиздит. Истинно, это сомнение. Это какой-то бутафорский предмет. Подождай, откуда он взялся. Если вы еще не поняли, я звезда. А звезды не вникают в такие вещи, как рик и визит, декорации и все прочее. Почему вам не попросить Марка Бишопа, где он берет реквизит? Вот так-то, блять, сосать. Мисс Моккейфи, будет лучше, если вы с патрульным консальдсом пойти в больницу. Со мной все будет нормально. Эти ребята могут отвезти меня домой сразу после того, как я все расскажу репортерам. Мисс Моккейфи, вы все еще в состоянии наркотического опьянения. Когда действия наркотиков закончатся, у вас, верно, начнется шок. А я думал, тебе на меня плевать. Спасибо за заботу. Думаю, здесь мы закончили. Пойдем посмотрим, может быть, нам что-нибудь дастся вытряхнуть из девчонки. Больница центрального района. Поехали в больничку тогда. Больница центрального района. Больница, закрепенная центральным отделением полиции. Поехали тогда. Мы к второй пассажирке Джессике. Меня вот только смущает то, что эта пизда мне не ответила на вопрос про Джессику. Типа, у нее же не ответила, но, видимо, она сказала правду. Что, ну, обычно это просто Джессика и все. Просто она тоже хочет сниматься в кино, поэтому тучит с продюсером. Ну, вот, наверное, это была правда, истинная и все. Потому что это точно не ложь. Потому что, ну, а что ей пиздеть? И у меня нет никаких этих аргументов, доказательств. Следовательно, это была бы истина. Ну, ладно. Можешь нас довезти? Конечно, блядь, он может нас довезти. Только где он, сука? Лизмитерская вызывает 11К. В больнице пришла вся подавшая в аварии девушка. А, ну вот, как раз-таки, да. Вас понял. 11К выезжает. Да, сейчас выезжаем, выезжаем. Только я напарника дождусь своего, блядского. Пока он идет, блядь. В больнице центрального района. 8 часов утра. Ну что ж, поехали. Чего, напрашивайте эту пизду. Здравствуйте. Добрый день. Детектив Фелпс. Мне нужно поговорить с Джессика Хамильтон. Джессика Хамильтон. Ах да, она в палате, прямо за вашей спиной, детектив. Рекаври рум. Вы не имеете права здесь меня задерживать. Кто там, блядь? Почему я за окном, блядь? Я ебал. Мне кажется, так слышно, наверное, будет на видосе. Пиздец. Привет, Джессика. Меня зовут Кул Фелпс. Я полицейский. Если не возражаешь, я бы хотел поговорить с тобой об аварии. Ладно. Так она маленькая, блядь. Сколько тебе лет? Сообщение об аварии. Что ты помнишь про аварию? Все, как-то смутно. Помню, как очнулась здесь. Да и не было вчера ничего. Да было, было. В смысле, было. Джессика, ты что-то скрываешь? Пожалуйста, подойди врача. Я больше не могу на ваши вопросы отвечать. Блядь. Ей 15. Ну, по-моему, она ей 15, да. Давайте все-таки будем учитывать то, что у нее, как бы, блядь, шок. Ей 15. И все-таки надо ей верить, я думаю. Контакт с родителями. Джессика, нам нужно извести твоих родителей. Сопите, что произошло. О, нет. Не надо их расстраивать. Они сами отправили меня к тете Джун. Ага. Ну, допустим. Верю. Джессика, по закону, ты несовершеннолетняя. Мы обязаны извести твоих родителей. Прошу вас. Не надо. Ну, пожалуйста. Папа меня убьет. Я что-то, может, не догоняю, блядь, как общаться с малолетней пиздой? В смысле, блядь? Связь с Бишопом. Может быть, тут ты мне, сука, ответишь. Как ты познакомилась с мистером Бишопом? Ну, Джуни, кинозвезда. Это вы, наверное, и так знаете. Она сейчас снимается в новом фильме. Ну, я ее поздравляю, блядь, в смысле. Что ты знаешь о Бишопе? Он снимает кино. Я должна была пройти пробы. Ну, это когда ты под софитами перед камерой говоришь слова... Почему все неправильно, блядь? Доказательство насилия. Джессика, я знаю, что вас прошло. А где именно это случилось? Пожалуйста. Это ужас какой-то. Мне правда сейчас тяжело думать о чем-либо. Как с ней общаться-то, блядь? Я не понимаю, в смысле? Ну вот, просто вот, вот. А, пизду, ты врешь мне. Джессика, говори правду, блядь. Пизда. Мне неизвестно, где это место. Я этого знаю, этот город. Блядь, а что мне... Ну, в сумке Джессики. Полагаю, он стоит отойти. Вы меня расстраиваете. Я все проебал, блядь, с ней. О-о-о-о. Это, наверное, первый случай, когда я вообще не ебу, блядь. Ну, в смысле, я отвечал все логично, как я считаю. Может, и ты тут ростью заходит, сейчас ее, блядь, просто и все... Может, она наркотики употребляет? Может, она реально, блядь, что-нибудь это пыхает тут? Не. Не то. О-о-о, а вот это что такое? Тоже, не. Мелочь. Жалко. Блядь. Я что-то тип. Вероятно, ее адвокат. Он осколил ее выписку. Мне это не нравится, кол. Чего я так спешить? Нужно не проследить. Блядь, ну почему неправильно эта, сука, у меня оказалась... У меня ноль из четырех с этой Джессикой было. Почему? Как с ней надо было общаться? Следите за подозреваемым на безопасном расстоянии. Да это я знаю. Мы пока можем порассуждать на поводу того, этой Джессики. Честно. Честно, честно. Не знаю. Как общаться с... С 15-летней, изнасилованной, потаскухой, у которой еще и шок. Я не знаю. Или там все сомнения нужно было, и где-то ей верить. Но точно я не знаю, честно. Блядь, 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 сейчас заметят. А куда? Да. Ну, мне кажется, вот эта Джун, мне кажется, она тоже, может быть, даже причастна к этому делу почему-то. Ну, мне так кажется. Совсем чуть-чуть. Ну, почему-то. Есть мне эта доля говнеца в ее... Ебали. Дракс. Дрейв. Пикольные вывески. Бариканские такие. А это куда она пошла? В кафе. Почему я-то сразу, блядь? Нажмите контрол, чтобы спятаться за дверью. А-а-а. Незаметно. Войдите в кафе. Ну, сейчас она начнет звонить. Вот так, все. Тень. Ачивку дали, тень. Детка? Не разборчиво там. Нет, я не хочу, я не хочу его поручить. Ты знаешь, чего я хочу. Она что, мужу звонит, что ли? Да-да-да, пускай кто-нибудь другой это сделает. Жалко, что я бы не разборчиваясь, что. Очень жалко. Я тебе прямо скажу. Если ты это не сделаешь, то и я... Пожалуйста, дорогая. Давай не будем ругаться. Отель Уилсон. Этот сукин сын, мистер Марк Бишоп, живет в номере 803. Что, интересная газета? Конечно, я получила роль. Мы читаем газету, мы вообще, блядь, не при делах. Слушай, ну у нас есть адрес, все. Как, блядь, выйти? Наверное, она мужу, я думаю, звонила. Тихо, 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 тихо. Я думаю, она звонила мужу своему. Потому что она про него говорила. Номер Бишопа. Отель Уилсона и место жительства Марка Бишопа. Слушай, ты поведешь. Товарищ за роль. Я до сих пор не могу понять, почему у меня 0 из 4 с этой Джессикой. Серьезно, блядь, ну вообще я не утопляю. Как мне нужно было с ней разговаривать. Мы на нее наорали. Ну это, это ничего страшного, это ничего страшного. Номер Бишопа. 9-48. Ебав, спешки, типы. Побежали. Бежим, 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 бежим. Здравствуйте. Я детектив Элбс. Нас вызвали в 83 номер, говорят, что там шумная ссора. А, вы из полиции. Слушайте, миссис Бишоп ужасно расстроена. Приметесь на лифте, потом налево и... А, то есть пока мы ехали, типа она успела... Уже приехать сюда. Поехали. Давай быстрее, блядь. Заходи, напарник. Типа, наверное, их вызвали. Хотя они и так и так хотели туда поехать. Куда по коридору? Налево. Вот. Уборщица. Мэм, мы из полиции. Вам играет опасность? Я уже в порядке. Вы с ним разменулись. Страшные люди. Вы ранены, миссис? Бишоп. Глория, Бишоп. Входите, пожалуйста. Только мне нужно присесть. Извините. Все нормально, мэм. А это... Жена, получается, этого Бишопа, да? Ой, ебать. Тут сейчас столько, наверное, надо всего искать. Столько улик сейчас здесь, наверное. Я ебал. Кольцо. Можно забрать, как это. Продать. Не имеет отношения к делу. Расческа тоже, наверное, не имеет отношения к делу. Совпадение. Какое совпадение? Что ты несешь? Я просто буду кликать и все. Просто кликать и стопудово что-нибудь найду. Марк Бишопа передает Лорни Хопгуд. Чек на 20 тысяч долларов. Нихуя себе. Мне бы такой, да? Кто-нибудь выписал бы чек такой. На 20 тысяч долларов. Бля, я бы сразу нахуй. Это отношения к делу не имеет. Ладно. Комната первая проверена. Тут что-нибудь валяется. Какая-то статуэтка, блядь. Не относится к делу. Как, я не знаю. Ликвизит какой-то опять. Книга. Стопудов замешано. Хлам. Понял. Отмена. Гей-ковбой. Ха-ха. Ха-ха. А, я думал гей-ковбой. Ну ладно. Веселые ковбои. Седло. Какая-то типа награда, да? Что это, блядь? Нетерпимость, любовь, сильнее ненависть режиссеру Гриффиту. Великая Вавилонская стена. Копия копий. О, это нам надо. Это мое. Это я уронил. Вряд ли пригодится. Блядь, дружище, ты немножко это, блядь. Ты слишком честный для этого мира. Такие бабки валяются, блядь. Думаю, это нам не пригодится. Ебать ты, дебил. Окно тут разбито, смотрите. Ну ему насрать на это окно. Так, кухня. Угу. Сто пудов нужно от этой вещи, сто пудов. Да нет. Походу, я ошибся. Походу, это нам не нужно. Ничего больше нет на холодильнике, нет? Тут телефон, если что, есть. Опять, ну вот эти книжки, я не думаю, что это что-то полезное, но... Это нам не поможет. Ну это очевидно. Фотография, кстати. Вот это уже что-то... Похоже на заднем плане русалка. Серебряный экран. Кто эти люди? Мой муж Марк и Марлон Хопгуд. Они, наверное, работают вместе. Это мастерская Хопгуда. Ага. Мастерская. Эдди... Кто Эдди Уэйсон? Обычный хлам. Понял. Кто-то это, типа, это сочинял, композировал, блядь. Обычный хлам. Композировал. Часы. Не думаю, что это, блядь, полезное. Маловероятно, колл. Согласен. Согласен, узнал. Ну чё, я думаю, что, в принципе, наверное, всё осмотрели. Это вот вид, кстати. За балкона. Вот это площадка. Кусочек Павелона в Голливуде. И всё, то есть... Нихуя нету больше. Ладно, да, поболтаем. Незаконное отражение. Эти люди, кажется, они работают на Гая МакКейфи. Вы знаете его? Не, почему я должна его знать? Джун Баллард замужем за Гая МакКейфи. Вы когда-нибудь о ней не слышали? А, это потаскуха. Она целыми днями донимала моего мужа. Гая МакКейфи утверждает, что вчера ваш муж пытался убить её и её подругу. Похоже, самое время рассказать нам, что вам известно. Мой муж кинопродюсер. Это связано с твоё новым фильмом. Он не посвящает меня в свои дела. Ну, допустим, не посвящает. Допустим. Это его личное дело. Ваш муж дал роль Джун Баллард? Вряд ли. Марк считает, что Джун Баллард способности на... Не бог весть какие. Почему, блядь? Местонахождение Бишопа. Мам, где сейчас находится ваш муж? Сказал, что поехал на съёмки. Это всё, что я знаю. Всё, ты пиздишь. Не верю, блядь. Иди нахуй. Глория, вы заметили, что в этом деле. Вы знаете, что происходит с несчастными и обманутыми детьми. Закрывайте на этой глаза. Я должен найти вашего мужа. А почему вы живёте в Голливуде, детектив? Такому симпатичному молодому человеку стоит попытаться... Вы чё столько издеваетесь надо мной? Я заявляю, это самое уебанское задание пока что за всю игру, потому что я ничего не понимаю. Они мне... Я всё спрашиваю неверно. Отвечаю. Почему ваш муж заплатил 20 тысяч долларов Лорни Хобгуд? Лорни? Бывшей жене Марлона? Это точно? Сука, у меня чек есть. Продолжайте, мисс Бишоп. Это Патта, и вам прекрасно известно, кто её получит за что. Серьёзно? Собираетесь это доказать, детектив? Сука, да. Да. Тварь ты ебаная. У меня есть чек на 20 тысяч долларов. Похоже, вашего муж шантажирует. И раз он пошёл на убийство, шантажирует неспроста. Почему деньги выназначены на Хобгуд, а не Маккейфи? Лорни работает в одной голливудской конторе, где обналичивают чеки. Надо спросить Хобгуда, зачем у вас только наличных. Ну, хоть что-то. Отвратительное задание в плане ответов. В плане вообще вот сотрудничества какого-то. Просто отвратительно. Давайте к кому-нибудь позвоним. Оператор, заняйтесь с диспетчером. А ну-ка, я звоню. Мне нужна из склада в ботафолье комбании... А, да, минутку. Сцепенный экран. Это на углу 3 Фигероа Стритц. Спасибо за помощь. Я честно, ребята, отвечаю. Это самое, блядь, для меня пока что самое тупое, блядь, задание. Не в плане происшествия, не в плане самого сюжета. А в плане... Ебаных ответов. Почему у меня, сука, одно, блядь, из... Всего один правильный. Как с этими женщинами общаться? Я не понимаю, блядь, серьезно. Может, нахуй с пистолетом в голове, блядь, и общаться с ними? Я не понимаю. Ну, серьезно, блядь. Вроде отвечаю логично там. Где-то истина, где-то, блядь, сомнения. Нет, блядь. Каждый раз надо что-то вот это вот. То, блядь, обосраться с ответом. Как-то реально, с мужским полом в этой игре как-то полегче. Там мужик... Видно, что пиздит. Он пиздит. Это видно, что как будто пиздит. А она, правда, говорит, оказывается. Иди нахуй, блядь, миссис Бишоп. Я твой рот ебал. И твоя мать шлюха, кстати. Извиняюсь. Но это правда. Мерзость, блядь. Просто мерзость. Ладно, сейчас, может быть, мы на этом складе бутафолии что-нибудь увидим. Что-нибудь. Компания слеподил на экран. Русалка с сиськами, кстати. Блядь, что за место, блядь? Куда мы еще приехали? Ебать. О. Фелпс Бекковский, полиция Лос-Анджелеса. Расследуем обстоятельство покушения на Джун Баллард и Джессику Хамильтон. Боже мой. Я Марлон Хопгуд. Чем могу помочь? Здесь вы проводите пробы? Вы откуда знаете? У меня здесь небольшой павильон звукозаписи. Видите? И нож спину ему на. Сейчас, смотрите, просто и все. Ебать. Склад бутафории. Ты посмотри. Ебать. Рыцари. Ёпарасите. Сколько тут всякого говна, я бы так сказал. Ой-ой-ой. Хромакеи. Ну, точнее, просто фонес. Хромакеи-то, а не одноцветки. Я до сих пор не понимаю, что мы вообще делаем. Стефан, побудь с ним здесь. А я пока осмотрюсь. А я при чем это здесь, а? Балда, а не испытывая мое терпение? Кстати, это правда. Ой-ой-ой. Это здесь пробы, да, проводят? По-моему... Выключи свет, Хобут. Это еще зачем? Сделай. Ему приятно. Ебать, камера. Односторонние зеркала. За ней находится комната. Так-так. Вот эти головы, кстати, бутафорские. Мы с такими уже имели дело. Ну, не с такой конкретно. Там была что-то другая, молись. Ну, да. Это... Та гола была взята явно отсюда. Таблеточки. Да, бля, ну что вот это за бредятина, блядь? Да ебать, что он так вертит-то ебаной рукой своей? Бля, я сейчас в монитор мушку кину, бля, если ты так будешь что делать. Сука. Да ты пи... Так, тихо. Не беси меня, блядь. Ну, давай. Ну, что он так... Ну, что с игрой стало в момент, блядь? Раньше нормально же было, блядь. Ты пиздец, юмор, блядь. Сука, может быть, блядь, вот так нахуй будет? Ну, давай, блядь, скирот. Да пидорас ты, блядь. Ну, во, наконец-то, блядь. Придурок ты ебаный, блядь. Одна четвертая фунта хлородидогидрада... Адерманти изнасиловать 15-летнюю девчонку на... Кинопробах? Блядь, что... Что, сука, вот с этим, блядь, движением этой ебаной руки, блядь? Так, блядь, мистер. Связь с Бишопом. Рассказывай. Вы когда-нибудь работали с Марком Бишопом? Я в основном работаю со студиями. РКО, Репаблик, Воднер Бразерс. Так вот, когда Бишоп работает с одной студией, да. Я имею с ним дело. Когда вы его видели в общий раз? Я работаю на него новой картиной. Правда, пока идет только подготовка к съемкам. Ты пиздишь, блядь. Ты пиздишь. Это вы виделись недавно. Подожди. Бусочная голова из гипса заж... Мне кажется, он врет. Вы лжете в Ховгуд. Бишоп был здесь. Вы прекрасно знаете, что он делал... Что он здесь оставил, а? Ты пришел сюда без наркотиками, и теперь начинаешь бросать твой вес? Да. Потому что... Води заявила, что ее накачали наркотиками и хотели убить. Бутафорская голова, седло, копия... Эээ... Угу. Ну, вот эта фотография, она могла сделать... Она же сделана была давным-давно, так что это не подходит. Эээ... Эээ... Формула... Блядь, я запутался. Короче, бутафорская голова. Блядь, сука. Ебаный рот. Блядь. Так, ладно. Сука, ну не, я просто подумал, что тебе бутафорская голова. Он приехал, забрал эту голову, блядь. Ну хуя здесь. Сука. Ладно. Давай мы просто отпиздим и все. Вот этой, вот этой хуевиной. Не, ну, блядь, ну, голова это реально была тупой вариант, согласен. Просто, блядь, реально какое-то тупое задание. Слишком тупое, блядь. Оно вообще не идет. Я бы вот так сказал. Не мое задание. И все. Просто не мое. Подожди, так там камера. Подожди. Если там камера... А тут камеры нету. Блядь, в смысле там помещение? Вот тут есть помещение, блядь. Ты, урод, ты мне лжешь. Я узнаю правду. Мне надо срать. Я буду здесь ходить, бродить, я узнаю правду. Может быть, где-нибудь здесь? Ну, я что, долбоеб под вашим, блядь, или бы что? Так, ну, он тут делает... Вот, он этих кукол здесь делает. Да, да, я тебе отвечаю. Да, блядь, ну ты... Нет, ты, сука, меня за идиот, а не держи, блядь. Ок. Я по-вашему дегенерацию, блядь, серьезно? Вот она. На, блядь. О-хо-хо-хо-хо-хо-ой. А где этому? Вот этим я тебя и убью, блядь, сейчас, нахуй. Просто зарублю, блядь, и все, сейчас. Оно? Не? Не оно? Так, Бишоп... Пикчерс. Бишоп Пикчерс, название барабаны джунглей. Кому марку Бишопу адрес угол 8, Франциско... Улика местонахожения Бишопа. Барабаны джунглей, угол 8, Франциско. Кому марку Бишопу. Еще Марк Бишоп, Джессика Хамильтона, кстати. Марк Бишоп, Джессика Хамильтон... Повнимательней. Пусто. Что стало с записью Проб Хамильтон? Серьезно? Ее вот этим накачали, блядь, медовухой. Да не, конечно, это неправда. Камера. Угу. Как так скрыто все, блядь? Идеально. Ну и фотографии всяких актрис. Интересно, сколько старлеток все равно поехали бы в Голливуд, если бы увидели это? Кто, блядь? Что ты сейчас сказал? Ой-ой-ой. Надо вернуться к нему. Надо вернуться. Надо вернуться к Бишопу. Ой, не к Бишопу, а к Хопкуду. Местонахождение Бишопа. Бишопа ищут люди Маккейфи, но мы должны их бледить. Не знаешь, где он бачится? Если он и правда пытался убить жену Маккейфи, я бы посоветовал ему уехать. Ой, блядь, как ты меня заебал. Местонахождение Бишопа. Позоверяемый Марк Бишоп с ним разговорил и сказал, что едет на съемки. Предлуждаю тебя, Хопкуд. Если выдаешь его Маккейфи, мы об этом узнаем. Остынь, это... Скажи, я не знаю, где он. Пиздец, очень сложно. Вот это очень сложное задание. Это, очевидно, заключение Вайс-Кейс. Ты обрабатываешь моего информационного? Хопкуд — это Вайс-информатор? Да, он, Фелпс, и очень важный. Посмотрите на этот моб. Ты обрабатываешь этих двух офицеров, Марвин? Что происходит? Ты делаешь, если ты знаешь, что тебе хорошо. Ты должен собрать фильм-продюсера, чтобы что-то неизвестно, что я слышу. Я буду делать его, капитан-детекта. Ты делаешь это, блядь, мы все очень впечатлены с тобой. Детективы! Джонни Голдберг! Ты работаешь на Микки Кей. Точно. Вы совершенно не знаете, кто сегодня сбил миссис Бишоп? Нет, нет, это не мы. Мы такими вещами не занимаемся. Нам нужен муженек. Мы ведем расследование. Парни, вы же не хотите попасть в решетку за противодействие, а? Можете обвинить нас в препятствии и следствию. Но это не прокатит. Мы будем все отрицать. Бишоп знает, как жить. Миссис Маккейфи доставала его по поводу роли в кино. Такое часто бывает. Но Бишоп зашел слишком далеко. Я пытался убрать миссис Маккейфи. Естественно. Гай не в восторге от этого. Почему вы думаете, что Бишоп здесь... Ага. Это не дайте Бишопа. Гай Маккейфи очень щедрый человек. Джентльмены, предупреждаю вас не раз. Не лезьте в это дело. Я ни хуя не понимаю. Я в этом задании нихуя не... Не, я понимаю плюс-минус, но оно странное. Оно очень странное. Во-первых, оно реально уже как-то отошло больше. А вот транспортного отдела... Скажем так. Вы чё, охуели, блядь? Вы чё, черти, ебаные? Ну, давай покатаемся, блядь, давай. Почему в меня стреляют, типы? Ой, блядь. Я женщину сбил. А чё, можешь будешь стрелять, дружище? Блядь, не завтра чё с Томпсоном по мне хуячат. Да пиздец. Блядь, 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 блядь. Пошёл нахуй от меня. Гандон. Всё, давай. Бэ-бэ, животное, я уехал. Блядь, а тут вторая тачка уже, блядь. Да сука, а ты-то откуда взялась здесь? Отстань, всё, отстань, я уезжаю от тебя, отстань. Не хочу с тобой, дружище, она меня догоняет. Сука, давай, блядь. На, блядь. Как дела? Урод, блядь. Ужас какой, блядь. Так, ой. Поехали. Давай только ты за руль. Блядь, ебать просто кенты. Ни за что на нас стали, это, да, заупаться. Черт, я боссаный, блядь. Я уже просто, блядь, не втыкаю, что происходит. И тут хуяк просто кенты по мне начинает шмалять. Ну вы чё, издеваетесь надо мной, блядь? Серьёзно? Декорация фильма «Барабаны джунглей». 5.30 вечера. Барабаны джунглей. Блядь, название, блядь, долбоёбское такое. Барабаны джунглей. Барабан. Вот он, гадёныш. Нет. Проклятие. Найдинг, достопримечательность. Декорация фильма «Нетерпимость». Ничего себе. Где он? А ну за ним, блядь, побежали. Не, хотим подкрепление, это Киа-11. Блядь, я за ним. Мне похуй, я за ним. А можно на пистолет достать? Типа, предупредительный воздух дать. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Индиана Джонс, депута, блядь. Хотя, какой Индиана Джонс? Не подходит сонтрек. Блядь, а можно быстрее бежать за ним? Будь я на месте Колла Фелпса, я бы уже догнал бы. Прямо на этой лестнице. А он бы уже вниз прилетел бы. Ну, серьезно. Блядь, сколько сходят такие декорации, интересно. Вот стоимость. Это же очень такие масштабные декоративные штучки. Хорошо, что он на автомате прыгается. Сейчас провалимся, да? А, да? Серьезно? Ага, интересно. Да только не бей меня, только... А вот за это ты у меня сядешь надолго, блядь. Потому что это просто, ну, чел ударил полицейского, грубо говоря, детектива. Вот за это я ему сейчас нахуй оторву. Где он? Блядь, сдавайся. Бежать просто некуда, дружище. Просто сдайся, и все. Не надо вот этой ерундой заниматься. Надо геройствовать. Ой, блядь, провалимся, нет? Опа. А мы вот туда бежим. А мы вот тут вот, а мы читаем все это. Ты можешь остановиться, придурок? Ты меня... Он меня реально бесит уже. Руки, Марк Бишоп. Один шаг, и ты труп. Да давай, все уже. Хватит, завязывай с ним. Марк Бишоп был адресован за покушение на Джун Балард. А также за изнасилование и покушение на Джазико Хамильтон. Все, хватит. Я буду везти от тебя тихо. Только не убивайте. Раз вы нашли меня, значит и громила Маккейфи сюда идут. Нам нужно убираться отсюда. Ну ладно. Только одно неверное движение и пиздец. А, и резко он стал нашим другом, да? Блядь. Вывести тебя, Бишопа, живем с площадки. Боже мой детектив, они хотят меня убить. Сука, я бы тоже тебя ебнул сейчас. Тут нет, не будет никого. Угу, конечно, блядь. Сюда. Подожди, я у него заберу сейчас оружие. Винтовочка. На, блядь. Хорошо. Дай я вот это возьму, блядь. Это будет попрактичней. Че, где? Давай, давай, давай. Блядь, еще стой. Тихо, 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 тихо. Пацаны, пацаны. По вантапчику, по вантапчику. Сейчас, блядь, надаю пиздюлей. Хорошо. Он сверху, я вижу, типа. Снайпера, блядь, ебутся. Где? Не вижу. Нет никого. Ой-ой-ой. Где? На, блядь. Патроны кончились. Жалко. Где выход отсюда, блядь? Давай, скажи. А, еще лестница. О, ебай, какой спуск тут длинный. Ну, уже подкрепление едет. Уже наши друзья едут сюда. Вам пиздец. Давай, сего сюда. Я прикрою. Кавалерия уже на месте. Вот хорошо, что на месте кавалерия. Но врагов, наверное, дарит еще до пизды. Бля, 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 бля. Я не вижу бочки. Где? А, вот. На, блядь. Минус декорация. Ну, я думаю, что фильм заморозит. Я думаю, навсегда. Съемки фильма. За мной. Нужно везти его до машины. Бля, бедолаги. Тут на радаре, чел. Хорошо. Да как хорошо, что я полиция. Я власть. Что я могу спокойно убивать тех, кто пытается убить меня. Бля. А, это полиция. Тихо, это свои. Я уже хотел стрелять. Ой, 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 ой. И просто в спину, блядь. Как лохов. Ебаных. Ай. Где? Ну, это вообще, ну, это... Вот концовочка задания охуительная. Мой. Мой. Убил. Есть пробитие. Вот это, понимаю, поработали. Это дерьмовый кинопродюсершка Биша подправится в Сен-Квентин за изнасилование, несовершеннолетние покушения на убийство. И, блядь, 15 лет, как бы все. Ему самому предстоит выступить в роли девочки. Дэй Фелпс заработал такую репутацию, что получает повышение. Давай, поднимай новое назначение. Было приятно работать с тобой, сынок. У меня повысили. Глобал элита. Спасибо, напарник. Ты такой бесполезный, блядь. Из тебя хороший шофер получился. Как напарник, ты бестолковый, но водитель... Топ. Ты че? Все? ГГ? Фелпс, Бековский. Это ваша работа? Простите, Кэп, я вас не заметил. Да, я так и понял. Это отдела транспортной полиции. А чего ты хотел? Я хотел уготить лупиков двух брабокубов из транспортного отдела, которые надрели задницу личной гвардии Гая Маккейфи. Вы же не возвращаете, капитан? Нет, давай. Вперед. Давайте машину. Угощаю. Вот такая вот работенка для нас возникла. Да, вам здесь понравится. Тут всегда полно киношников. Как тебе, Джаз Кол? Любима музыка наркоманов. Это Фелпс, Лерой. Будь с ним повежливей. Вам здесь понравится? Здесь умеют угодить. Где мы, блядь? Вам стоили крой? Ха, негр, за работой. Кол, это Альфонсо. Настоящий негр из Африки, а говорит во-французски. Из Конгоя. Да что происходит, сука? Кто ты такой, дружище? Парус за мной, детективы. Вот в эту дверь. А где шляпа у Бековски? Он был моим единственным настоящим другом, Харлон. Мы столько пеней жили вместе, понимаете? Конечно. Ой, я его знаю, блядь. В чем же я виноват? Эльза, сейчас твой выход. Это же врач, да, который... В газетах. Кол Фелпс. Герой войны и гроза всех преступников. Думаешь, я захочу знакомиться с средним фашистом из полиции? Прости, Фелпс. Ну и вечерок. Сначала я негр лапы тянет, теперь это еще... На нахуй. Думаешь, с кем разговариваешь, немецкая шлюха? Помни свое место, наркоманка? Слышишь меня? Добрый вечер, док. Как дела? Неплохо. Луи, помоги мне. Придется кое-что дать ей перед выступлением. Он же наркотиками качает людей, не? Ну, в газетах, типа, показано. Он, сука, будет ей колоть вену еще что-то. Типа успокоительные он им дает, типа, блядь. Он наркотик пичкает их, блядь. А нахуй мне это показали? Не знаю. Блядь, правильные вопросы. 4 из 13. На нахуй просто. За мной не видно. Служба транспортного отдела завершена. Вы заслуживали пуши. Готовьтесь к переводу к другой отдел. Короче, это задание было отвратительным. В плане, вот, 4 из 13, блядь. Но, все уже. Всем спасибо за просмотр, кстати. Кстати, если бы приехали квартиру раньше, то смогли бы разобраться с главоезом Маккейфи. Интересно. Ладно. Все. Всем спасибо. Всем пока.